всем привет давайте проведем эксперимент у нас есть натуральные камни и изгорелка которая дает жар 1100 градусов у нас есть натуральный алмаз рубин но большой мы трогать не будем потому что дорого стоит перламутр янтарь белый коралл он такой же как раз не только белого цвета и черный агат давайте их подшмалим и самое главное не повторяйте это дома сами это проводилось специалистам специальных защитных очках и специальном защитном костюме потому что камни когда нагреваются могут трескаться и разлетаться в разные стороны надо быть очень очень аккуратным а теперь давайте приступим к самому веселому берем горелку и 1 у нас на очереди белый коралл нагреваем кстати коралл это камень органического происхождения то бишь органика но и греем его до красна смотрим на кораллу все равно чуть немножко потемнел обуглился но ничего греем сильнее то что вот это синяя пламя она более горячее чем то что дальнее пламя греем вы как видите кораллу вообще выдерживают большую температуру ну ничего мы его до жарим идем дальше следующий у нас на очереди черный агат посмотрим что с ним будет о он разлетелся на две части поэтому такие опыты надо проводить очень аккуратно и специальных защитных очках идем дальше следующий у нас на очереди это белый жемчуг но белый жемчуг видите он вообще не выдерживает температуры он сразу обугливается сейчас мы подвинем и попробуем перевернуть жемчуг слоистый и каждый слой он очень тоненький соответственно быстро обгорает а теперь дотрагиваемся холодным пинцетом и смотрим а его смотрите как улетел когда дотрагиваешься до горячего жемчуга холодным пинцетом и лопаются слои и жемчуг улетает поэтому ни в коем случае не повторять без защитных очков и без специального оборудования без защитного оборудования идем дальше а это у нас перламутр давайте его нагреем посмотрим что будет он тоже слоистый нагреем с другой стороны ох как видите он разлезся на две части но это все что с ним произошло идем дальше у нас остались два самых интересных камня это рубин натуральный ну я взял маленький и натуральный необработанный алмаз смотрим рубинчик у нас такой малиновый и греем греем а он все темнее и а теперь краснее и краснее и стал аж красным то есть мы рубин нагрели до красного коленя а ему ничего но мы пока подождем посмотрим на следующем нас на очереди у нас на старый натуральный алмаз посмотрим что с ним будет это самородок необработанный камушек маленький небольшой но для нас это важнее чем все остальное главное чтоб он был природным тоже нагреваем и он посмотрите нагревается тоже до красного красна ему ничего а рубин смотрите остывает и остановится своего обычного цвета алмаз уже остыл и стал своего обычного цвета то бишь это самые два крутых камня которые нагрелись охладились и им ничего а теперь давайте посмотрим как реагирует янтарь янтарь он самый не теплостойкий камень и вот чуть-чуть и он сразу загорается его даже зажигалкой можно подпалить это кстати есть один из способов как проверить янтарь поджигаете у него такой запах канифоли кто знает тот поймёт он легко загорается кстати на этом способе сделано сделаны прессованные янтари он когда при температуре там 160 170 градусов становится как пластилин и с него можно с кучей мелких сделать один побольше вот так вот мы провели опыт это то что слева было справа то что стало пока я вам рассказываю подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх это помогает нашему каналу развиваться не забывайте про колокольчик чтоб не забыть про выпуск новых видео ну что теперь давайте пройдемся посмотрим что у нас получилось янтарь у нас оплавился мы только что смотрели белый коралл обуглился но принципе он так немножко почернел ему практически ничего вот так вот он выглядит обугленный но живой жемчуг разогрелся и лопнул на две части и с таким свистом улетел вот эти слои они вы не выдержали давление и разорвались идем дальше перламутр перламутр тоже быстро поломался ну тут видно ведь его слои такой перламутровый перелив агат вторую половинку я не нашел она улетела тоже со свистом поэтому предупреждаю не повторять опыт и самые два камня которые выдержали температуру 1100 градусов это рубин и алмаз ну тут ты понятное дело дело том что рубин рождается в в это камень термального происхождения то бишь он рождается при большой температуре и то же самое алмаз алмаз рождается в кимберлитовых трубках это бывшие вулканы так сказать там где вот текла лава там их находят поэтому алмаз это тоже связано с температурой с большим давлением поэтому для него температура это 1100 градусов знаете как чашечку кофе попить поэтому что с алмазом что с рубином эти ничего они как были так и не остались жара им только на пользу идет не забывайте оставлять комментарии а мы продолжаем вот так вот у нас 5 испорченных камней но зато красиво проведенный опыт и теперь мы знаем что у нас можно греть что нельзя что у нас держит температуру а что отрезкается и улетает вот так слева это то что до а справа это то что после подписывайтесь на канал и ставьте комментарии и ставьте палец вверх и не забывайте про колокольчик чтоб не забыть про выпуск новое видео всем счастливо и всем пока